Какие продукты помогут поднять настроение и куда обращаться, чтобы оформить услуги социальной помощи на дому? На эти и другие вопросы ответит телесправочник в студии Алена Лепкалова. Здравствуйте! Первой в редакцию обратилась Евгения Захарова. Благовещенка интересуется, сколько дополнительных выходных дней для ухода за ребенком-инвалидом ей положено по закону. Ежемесячно работнику полагается 4 дополнительных оплачиваемых выходных дня, даже если детей-инвалидов несколько. На другой месяц эти дни не переносятся. Такие выходные работник может брать по часам, например, по одному дню или взять все сразу. А еще может разделить дни со вторым родителем. Например, если работник с ребенком-инвалидом уже взял три выходных, то второй день родитель этого ребенка может взять по своему месту работы только один выходной. Мне 73 года, живу один. Слышал, что одиноким пенсионерам соцработники помогают с уборкой и покупками. Куда за этим обратиться, спрашивает Олег Потапов. Купила билет на концерт, но в день ИКС придется уехать из города. Командировка. Пошла сдать билет в кассу, а его принимать обратно отказываются. Законно ли это, интересуется Зинаида Волкова. В праве отказать, если вы обратились менее чем за три дня, то есть позднее трех дней до даты проведения мероприятия. Но это за исключением, если отказ от билета связан с болезнью, либо со смертью близкого родственника, либо члена его семьи. Там при этих обстоятельствах можно обратиться даже в дату проведения самого зрелищного мероприятия. Недавно в новостях вы рассказывали об исторических экскурсиях для школьников. Интересно, есть ли другие маршруты помимо городских памятников? Такой вопрос мы получили от Михаила Шахова. Один из маршрутов – это маршрут в село Ивановку. Там мы посещаем музей села Ивановка и памятные места. Экскурсия в село Ивановку, она больше посвящена как раз Великой Отечественной войне, героям этой войны, героям ивановцам конкретно. Уже несколько дней нет настроения. Не помогают ни прогулки, ни просмотр фильмов, ни книги. Может съесть что-нибудь этакое, чтобы повеселеть? – спросила Мария Петренко. В осенний период мы рекомендуем включать в свой рацион продукты, которые повышают уровень дофамина в нашем организме. Это орехи, бананы, горький шоколад, обязательно жирные сорта рыбы включать в свой рацион, а также сыры. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова